Мы с вами уже некоторое время говорим о значимости аориста, но еще не обсудили, как именно выглядит аорист. В этом уроке мы только начнем обсуждать форму аориста. Дело в том, что есть два способа образования форм аориста в греческом языке. Этот спор, при почти первого или второго способа, он никак не связан со смыслом глагола, то есть есть так называемый первый аорист, есть так называемый второй аорист. Это просто разные способы образования формы, так же, как, например, были, помните, разные склонения существительных, первое, второе, третье, ну там как-то они определялись тем, на что оканчивается основа существительного. Первый и второй аорист тоже исторически связаны со структурой корня глагола, особенностью его устройства. Просто часть глаголов, так уж получилось, образуют форму аориста по модели первого аориста, часть по модели второго аориста. Мы с вами начинаем обсуждение со второго аориста. Ну как-то немного не по порядку получается, но уж так эти модели пронумеровали, первая и вторая, однако вторая модель чуть проще для изучения, чем первая модель, и с нее естественнее начать. Она очень сильно похожа на имперфект. Поэтому сегодня в этом уроке мы обсудим с вами вторую модель образования аориста, а на следующем уроке обсудим первую модель образования аориста. Итак, как же выглядит форма аориста, как она образуется? В параграфе 22.5 приведена схемка и 22.6 парадигма. Аорист устроен следующим образом. Приращение, уже знакомо на имперфекту, помните, плюс основа аориста действительного залога, плюс соединительное гласное, плюс вторичное личное окончание действительного залога. Ну, а с вами смотрим, как образуется форма действительного залога. Форма среднего залога, а там будет, соответственно, вторичное личное окончание среднего залога. Если вы внимательно посмотрите на эту таблицу и сравните ее с таблицей для имперфекта, вы увидите, что есть только одно отличие. В имперфекте приращение плюс основа настоящего времени плюс там соединительное гласное вторичное окончание. Здесь приращение основа аориста плюс соединительное гласное вторичное окончание. Отсюда мы должны сделать логичный вывод. Раз греки различали на имперфект и аорист, то различали они его за счет того, что в имперфекте и аористе у глагола разные основы. Ну или другими словами, основа настоящего времени не совпадает с основой аориста. Ну иначе мы бы просто не различили имперфекта аориста. Приращение, окончание те же самые, разница в основе. Собственно, второй аорист, это во многом аорист тех глаголов, у которых основы в разных временах по тем или иным причинам разные. И если основа такая же, как в настоящем времени, и соединительное гласное личное окончание и превращение, это имперфект. И если основа не такая же, как в настоящем времени, то есть там соединительное гласное вторичное окончание и превращение, это аорист. Поэтому нам очень внимательным нужно быть к основам, чтобы разобраться, совпадающая или не совпадающая с настоящим временем у нас основа. Ну, собственно, парадигма выглядит следующим образом. Для парадигмы использован глагол ламбан, который в настоящем времени имеет основу ламбан, а в ауристе просто основу ламб. Все остальное добавилось при образовании основы настоящего времени. Ну и формы элабон, элабейс, элабен, элабомен, элабетэ, элабон. Он, эс, ээ, омен, это он. Вот этот набор окончаний вам знаком, приращение вам знакомо, и приращение образуется под тем же самым правилом, что и для имперфекта. Все точно так же, только вот другая основа. По этой причине нам нужно на основы смотреть внимательно, аккуратно заучивать корни, основы, смотреть на разницу, чтобы аурист и имперфект мы с вами могли различить. Ну и давайте мы просто посмотрим некоторые глаголы второго ауриста, чтобы посмотреть, что там с основами происходит. Мы с вами посмотрим изученные уже глаголы, некоторые неизученные глаголы, чтобы просто вы имели общее представление ситуации. Итак, во-первых, есть глаголы, которые при образовании настоящего времени добавляют к основе какой-то суффикс. Во-первых, это может быть согласная йота, которая как-то взаимодействует с последней согласной основой, лябду удваивает, другие трансформируют согласные. И это могут быть суффиксы «ан», «ин», «иск» и так далее. Таких глаголов из изучаемых нами в этом году совсем немного, но вот все-таки некоторые предламины. Например, глагол «бал», с корнем «бал», у которого в настоящем времени лябда удваивается. «Бал-во». Аорист этого глагола выглядит «э-бал-он». Видите, в настоящем времени «бал» — две лябды, и имперфект бы выглядел «э-бал-л-он», аорист «э-бал-он». Ну и, может быть, «эк-бал-лу» выбрасываю с приставкой «экс-э-бал-он». Приращение, так же, как и в случае имперфекта, добавляется к корню глагола. Ну и приставка «эк» в свою изначальную форму «экс» при этом трансформируется. Опять же, в имперфекте было бы «экс-э-бал-л-он» с двумя лямбда, а в аористе «экс-э-бал-он». «Ламбано» с корнем «ламб» — у него добавляется суффикс «ан» еще в настоящем времени. Не имя у него то есть, то нет. В аористе у него «э-лаб-он». «Пино» с корнем «пи» — в настоящее время у этого глагола добавляется «ню». В аористе просто корень «пи» — «э-пи-он». «Э-л-ис-ко» с корнем «э-л-у». В настоящем времени добавляется суффикс «иск». В аористе его нет. И «э-л-он». Обратите внимание, «э-л-он». Если глагол начинается с «э-л-у», обычно не происходит удлинение первой гласной, поэтому вот, хотя здесь и должно было бы быть переращение, и ожидали бы мы здесь переращение, однако оно не произошло. Следующий глагол «апатнеско» с корнем «тан», у которого в настоящем времени добавляется суффикс «иск», ну и чуть-чуть трансформируется корень, то есть «тан» превращается в «н», и «йота» подписывается под «эту». И поэтому «апатнеско» в настоящем времени в аористе «ап-э-тан-он». Видите, «эпсилон» перед корнем «тан» опять же добавилось «э-п-э-тан-он». Смотрите, ну тут же какие-то глаголы не знакомы, многие из этих на самом деле глаголов, кстати, входят в лексический минимум этого урока, мы с ними еще познакомимся. Мы просто сейчас, чтобы вы увидели, что происходит, фактически в аористе мы видим корень глагола, которому добавлено переращение и соответствующее там гласное сокончание. А в настоящем этот корень просформируется. Есть глагол с корнем «ген», «гиномай», которого форма настоящего времени достаточно сложная и путанная образуется, там с удвоением, добавлением «йоты». «гиномай» была такая историческая форма, потом гамма выпала и стала «гиномай», у него корень «ген», и аорист у него образуется либо по варианту «э-геномэн», либо по варианту «э-ген-э-тэ». Что за вариант «э-ген-э-тэ» и что за окончание «тэн» мы с вами обсудим через урок, пока нам важен вариант «э-геномэн». Как видите, в данном случае это среднее окончание, ну и глагол «гиномай» в настоящем времени встречался только в форме среднего залога, и в аористе он зачастую встречается в форме среднего залога. Ну и то, что вот Маус называет отложительностью, она вот, как видите, и в аористе тоже может быть. Еще несколько глаголов имеют разные корни, просто разные корни, как русское «иду» в настоящее время и шел в прошедшем времени. Мы с разницей в корнях сталкивались при изучении будущего времени, и вот еще раз сталкиваемся с разницей в корнях при изучении настоящего времени. Глагол «э-хомай» в аористе имеет форму «эл-тон», это уже изученный вами глагол, и форму аористную «эл-тон» нужно звучить. Просто, видите, ее никак не предскажешь, о ней никак не догадаешься, «эл-тон», конечно, есть, который, вот, как-то там, как-то там упоминает основу этого глагола, но «эл-э-ус-а-май», помните, форму будущего времени, но все-таки проще отдельно заучить форму аориста данного глагола. «Э-хомай» и «иду-тон» шел, ну, и пришел, ну, и пришел. Тут же здесь превращение имело место, «эпсон в эту» удлинь милость, ну, и корень «ут», и окончание «утон». Заучите, пожалуйста. Второй глагол – эстио и ваористи фаг, корень эфагон. Есть, мы с вами сегодня с аоризной формой этого глагола сталкивались. Следующий глагол в настоящем времени – корень лег, ваористи – корень вип. В – выпавшая из греческого языка буква, так называемая гамма, произносилась как в, ее потом нет, но чуть-чуть на форму влияет, поэтому лего ваористи – эйпон. Почему от корня вип произошло эйпон? Ну, когда в еще было, было превращение, э вип он, но потом в выпало и осталось э вот это вот от превращения, и йота от корня, и получилось эйпон. вы видите форму первого лица единственного числа, ну, и теперь наконец вы знакомы, что за эйпон такой выучили. Эйпон – это прошедшее время от лего сказал. В – в такой форме, а то уже и заучил. Следующий глагол харао, у которого был корень with, отсюда видео, да, вот через латинский язык нам вот этот корень пришел, но в греческом в – выпало, и осталось просто ид, и аорист эйдон – э – превращение, ид – корень, он – окончание. И глагол с корнями фер – энэк, в настоящее время фер – эйсо, а в аористи – энэнка. На самом деле это не второй, а первый аорист, почему там альфа на конце, и поэтому мы будем обсуждать его отдельно. Есть еще просто несколько глаголов с трудно описуемыми особенностями, например, глагол аго, ну, и от того же корня сунагуа, я там собираю вам уже знакомый глагол, у которого в области форма эгого – так называемое артическое удвоение, то есть в артическом диалекте греческого языка так образовались формы. К счастью, вот это артическое удвоение из кайне практически ушло, но вот оно сохранилось в глаголе аго – проще просто заучить аористную форму этого глагола эгагон, чтобы, встретив ее в тексте, узнавать. Глагол эхо с корнем сэх, вы помните, у него в аористе эпсилон выпадает из корня, сэхо остается, и получается эсхо. И есть еще два глагола в греческом языке, которые на самом деле не вполне корректно было бы назвать вторым аористом, хотя очень часто их так называют. аористом, лучше было бы их назвать так называемым корневой аористом. Особенность этих глаголов заключается в том, что у них нет соединительной гласки, у них вторичное окончание присоединяется прямо к корню. Это глаголы с корнем «ба», в настоящем времени там добавляется суффикс «инбайно», «ана байно», «ката байно», поднимаюсь, спускаюсь, аорист такого глагола «э», «бэ», «н». Здесь нет никакой соединительной гласки «э» в вращении «б», корень, альфа удлинилась в эту и окончание «н». И так его парадигма идет «эбэн», «эбэс», «эбэ», «эбо», «бэмен», «эбэте», «эбэса». Да, вот тут есть некоторые исключения, и у следующего глагола тоже с корнем «гно», который в настоящее время имеет форму «геноско», когда-то было «гноско», потом «геноско», было удвоение, добавился суффикс «эска», но у него корень «гно», и он тоже корневой аорист, то есть у него прямо к корню добавляются окончания, и получаются формы, они у вас переписаны в учебнике, параграф, а, вот в разделе «передущие слова» после лексического минимума. «эгнон», «эгнес», «эгно», «эгномен», «эгноте», «эгносан». Собственно, вот это «н», «с», «устое», «мен», «т», нормальные, привычные вторичные окончания сбивают только с толку окончания «сан». На самом деле окончание «сан» заимствовано из первого аориста, мы в первом аористе с ним познакомимся, ну и, кстати, окончание «сан» должно быть вам уже отчасти знакомо по формам прошедшего времени от глагола «эми». Там тоже в третьем лице в множественном числе было окончание «сан», такое странное, немного неожиданное. Ну вот оно из первого аориста, оно перекочевало сюда, оно перекочевало в «эми», то есть оно так распространилось, ну и вот его как-то отдельно надо запомнить, что такая вариация «сана», она возможна. Вот если вы поймете вот эту идею корневого аориста, то и глагола с корнем «бар», и глагола с корнем «гно», вы вполне сможете узнавать и распознавать их форму. Так что приращение плюс основа аориста, отличающийся от основы настоящего времени, плюс соединительное гласное, если это, конечно, не корневой аорист, плюс вторичное окончание. Так выглядит действительный залог и так же выглядит форма среднего залога, ну то есть, конечно, там просто вторичное окончание среднего залога в данном случае добавляется. Можете для глагола «гиномай» посмотреть в параграфе 22.15 «Эгеномен», «Эгену», «Эгенето», «Эгеномета», «Эгенесте», «Эгенонто». Глагол «гиномай» становлюсь. И глагол «гиномай» в настоящем времени, глагол «номай» и в аористе он тоже очень часто встречается в форме среднего залога. Ну и, наконец, нужно отметить, что в словарях и в лексическом минимуме форма аориста указывается на третьем месте. То есть, сначала идет форма настоящего времени, ну, потом именно специфика учения Мауса, поэтому в скобочках амперфектно на это не обращайте внимания, потом форма будущего времени, и вот традиционно на третьем месте ставится форма аориста. Поэтому, если вот вы посмотрите лексический минимум к данному уроку, то первый глагол в лексическом минимуме «апотнеско» — «умираю», и вот «апотнеско» — форма настоящего времени, «апетнескон» — «имперфектно», в скобочках, как бы бонусом он просто здесь добавлен и традиционно не указывается, потом «апотанумай» — форма будущего времени, и «апетанум» — форма аориста. Вот здесь вот на третьем месте в списке шести стандартных форм вы будете встречать аорист, обращать на него внимание. Обращайте внимание в каком смысле? Когда вы знакомитесь с новым глаголом, просмотрите вот эти стандартные формы и отметьте хорошо. Будущее время — узнаю, не узнаю, аорист — узнаю, не узнаю и так далее. И когда вы задаете вопрос «узнаю, не узнаю», если говорите «узнаю» — хорошо. Если говорите «не узнаю», потратьте время, чтобы либо разобраться, как такая странная форма образовалась, либо, если это проблематично, просто эту форму заучите, чтобы потом в тексте встретив ее все-таки узнавать. И так далее. И так далее. И так далее.